Здравствуйте! На канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня веду я, Михаил Горин. Мой собеседник, украинский политолог Вадим Карасев. Вадим, приветствую вас. Приветствую вас, приветствую ваших зрителей и граждан Израиля. Спасибо. Давайте поговорим о том, что было в Давосе. Там прошел очередной экономический форум, а перед ним прошла встреча по формуле, украинской формуле мира. Она была, это уже четвертая встреча, и принимали участие советники по вопросам национальной безопасности и политические советники глав государств. Считается, что во встрече приняли участие представители 81 страны, и, кстати, в ней впервые принял участие представитель Израиля. Вот давайте поговорим о том, что это была за встреча, насколько она важна, потому что это уже не первая встреча в таком формате. Потом туда прилетел Зеленский, у которого тоже было много встреч и программных заявлений. Ваши впечатления? Ну, впечатление двоякое. С одной стороны, расширение круга участников, потому что 81 страна принимала участие, так, да, на уровне советников, по национальной безопасности. Это с одной стороны. Но с другой стороны, я бы не сказал, что эта встреча принесла добавленную дипломатическую стоимость, поскольку нет качественного превращения и нет результата. А результат состоит в том, чтобы приблизить эти консультации к реальным переговорам и согласовать переговорные позиции конфликтующих или воюющих сторон. Вот это не произошло. Это первое. А, смотрите, сразу по ходу вопрос. В этих встречах не принимают участие представители России, даже в качестве наблюдателя. Совершенно верно. А как может быть то, о чем вы говорите? Да, поэтому к этому виду в этой встрече не участвовал Китай, представитель Китая. Хотя на Давосе присутствовала большая китайская делегация во главе с премьер-министром КНР, главой Госсовета. Дальше Турция не принимала участие. Один из, скажем так, серьезных и достаточно эффективных дипломатических посредников, в том числе и по войне в Украине. Вспомним только Стамбул. Стамбульский переговор и Стамбульский договор. Не подписанный, но парафированный. Поэтому не было вот этого, не было этой добавленной дипломатической стоимости. Это раз. И во-вторых, многие... Затем так, я бы сказал, единственный конкретный результат, возможно, еще до конца не кристаллизованный, не зацементированный, но тем не менее, озвученный результат вот этой встречи советников был озвучен, если не ошибаюсь, министром иностранных дел Швейцарии, хозяйки этой встречи, который сказал, что без участия в таких консультациях представителей России дальнейшее, скажем так, расширение участников этих переговоров, оно не имеет смысла. Поэтому не только глава Швейцарии, но и многие в кулуарах, например, представители Латинской Америки, если я не ошибаюсь, советник президента Бразилии Силва Далулы, говорили о том, что просто, если дальше не будет, ну, скажем так, согласования предварительных хотя бы позиций двух сторон, воюющих сторон по формуле мира или по мирным переговорам, тогда эти встречи просто превращаются в дипломатический пузырь, в дипломатическую пустышку. Вот в этом, с одной стороны, я бы так прокомментировал, с одной стороны, это хорошо расширяется, глобальный юг постепенно втягивается в эти процессы, но в то же время позиция глобального юга, а уже и, например, такой стороны, как Швейцария, да, не ключевой в дипломатическом и внешнеполитическом отношении для Европы и для Запада, но, тем не менее, очень, скажем так, важный, вот эти заявления о том, что нет смысла дальше и логики в дипломатическом процессе без участия России, ну, если не категоричны, ну, не категоричны они все-таки, этот выбор, но зато симптоматичны, поэтому на эти симптомы, на эту симптоматику дипломатического характера надо обратить внимание. В последующих усилиях для консультации. Ну, вот в рамках доводских встреч, тем не менее, Швейцария заявила, что намерена принять, так называемую, глобальную встречу по Украине на уровне лидеров государств. Об этом и говорил Зеленский на совместной предконференции с главой Швейцарии. Зеленский не упомянул Россию в числе возможных участников этой встречи. Если вы говорите, что это позиция Швейцарии, то она может сама туда приглашить Россию на будущую такую встречу? Вполне возможно, потому что... Украина, так кажется, принимает не участие? Не знаю, не могу сейчас сказать точно, но, во-первых, Зеленский не может заявить. Было бы нелогично, если бы, с одной стороны, на эти консультации глобальным югом в Копенгагенском формате не приглашали Россию и более того, отказывались от России. Так, отказ на участие России со стороны Украины и тут же бы президент Украины это бы признал. Но если реалистичность этого глобального саммита мира, о котором говорил Зеленский, будет возрастать, ну тогда и станет вопрос. То есть, если, так сказать, говорить о реалистичности, а тем более о результативности, дипломатической результативности такого саммита, то понятно, что без той или иной степени участия России это будет очень трудно, маловероятно, маловозможно. Другое дело, что на этот саммит Швейцария может пригласить, как вы сказали, вполне резонно заметили, может пригласить Российскую Федерацию. Не по приглашению Украины, а по приглашению принимающей стороны. Вот тогда такой вопрос, он отчасти формальный, но, тем не менее, достаточно любопытный. Зеленский на форуме в Давосе выступая, назвал Путина, если я правильно помню точную цитату, хищник. Да. В связи с этим вопрос, это политическая декларация или это подтверждение той позиции Путина, Зеленского, прошу прощения, которую он заявил, когда был в Украине принят закон о том, что никакие переговоры с Россией невозможны? Ну, пока это вот то, о чем вы сказали только что, что переговоры невозможны. Во-вторых, это инерция, все-таки, предыдущего периода и отношение украинского руководства к возможным переговорам с Российской Федерацией и Путиным. Но это все-таки инерционная вещь, на мой взгляд, инерционная. И третье, скажу, почему инерционная, после того, как третий пункт, скажу, третий, что это означает. Веленский приехал на этот довоз с, может быть, отчаянной отчасти, но серьезной попыткой все-таки склонить Запад к тому, чтобы Украину не склоняли. К заморозке, прекращению огня и каким-то, скажем, уже начинающимся проектам тех или иных дипломатических контактов и переговоров. Ведь он еще в начале этого года главному, или замглавного редактора Economist, журналу, сказал, что главная задача сейчас для него, точнее, главная проблема отсюда и задача, то, что на Западе и в Украине утеряно чувство экзистенциальной угрозы, которую несет Россия и Путин. Поэтому надо это чувство экзистенциальной угрозы восстановить. Вот с этой миссией, с этой задачей, с этим устремлением, намерением он и приехал в довоз. И вот если слушать его речь, в том числе вот эти пассажи или сюжеты о хищнике и там много других, он эмоционально вложился в эту речь для того, чтобы еще раз, может быть, последний раз сказать Западу, что рано, по крайней мере, рано идти на какие-то контакты с Россией, на какое-то дипломатическое урегулирование, заморозку и так далее. Получится ли это или нет? Получилось ли это у Зеленского? Скорее, я бы сказал, частично получилось. Может быть, даже скорее нет, чем да. Но, тем не менее, все-таки, по результатам вот этих эмоциональных выступлений, контактов и встреч, которые были в рамках Довозского форума, все-таки есть первые результаты. Например, там звонок Байдена в Шольцу, и Украина получила, вот на этот год уже получит 7 миллиардов евро военной помощи. Миллиардов военной помощи на 7 миллиардов евро. Ну и так далее. Процесс, скажем так, пошел, потому что сейчас вот Байден собирает руководство Конгресса, Сената и Палаты представителей для того, чтобы решать вопрос по бюджету, по границе, по помощи Израиля, по Украине. Наверное, какие-то результаты, наверное, будут. Не сказал бы, что полновесные, но уже есть. Ну и, конечно же, начиная с февраля месяца, будет решаться вопрос уже в рамках ЕС о предоставлении 50 миллиардов евро. Да, есть позиция Венгрии, Словакии и так далее, но там тоже сейчас Европейский Союз. Там тоже вроде бы разрабатываются варианты, как обычно это эмбарго Венгрии. Да, совершенно верно. Поэтому вот эти все истории с хищниками, это попытка, ну если не в последний раз, то очень громко, там так, показать, что никакого тупика в войне нет. Украина переходит в другой стратегии, сдерживание элективной обороны. И поэтому, с учетом и определенных, скажем так, сдвигов, или, скажем так, определенных фактов и факторов, связанных с боевыми действиями, ну в частности, вот удары по Крыму, сбитие вот этого радиолокационного самолета А-50 и Ил-22 и ряд других болезненных ударов, которые наносятся сегодня дальномойными ракетами по России со стороны Украины. И то, что на поле боя сейчас определенные затиши, Россия, да, владеет инициативой, где-то она контролирует участки боя, но тем не менее фронт держится. Украина сопротивляется, причем при том, что есть нехватка и живой силы, и в технике военной, но моральный дух на высоте. Если бы не было морального духа, даже со всеми вот этими историями, ну, контраберсийными, так, по поводу мобилизации, как она проводится, и по поводу того, что, скажем, есть оголенные участки фронта, тем не менее сегодня в России никак не получается воплотить это в военный перелом. Поэтому Зеленский и на это рассчитывал, что вот последние, скажем так, локальные, но тем не менее, с медийной точки зрения, достаточно серьезные, распространенные и убедительные сюжеты о военных возможностях Украины могут внести, вот стать фактором вот этого, скажем так, продолжения Западом активного, активной поддержки Украины. Поддержка Украины будет со стороны Запада, но вот какое она конкретно будет, пока неизвестно. Единственное, что можно сказать. Главное, чтобы пока удержалась эта поддержка на том уровне, на котором она была в последнее время. Я попрошу вас прокомментировать сообщение Bloomberg, агентства Bloomberg, о том, что в Давосе Зеленский получил послание, ему передали послание Аджо Байдена, которое заключается в призыве прийти к обороны в войне. Нет. Насколько это подтвержденный или не подтвержденный факт насчет самого послания и позиции Байдена? Ну, эта позиция, она была озвучена до Давоса. Во-вторых, об этом уже украинское руководство, как военное, так и военно-политическое, говорит уже не один день, там даже, может быть, последние два, наверное, с конца прошлого года, хотя некоторые военачальники говорят, что нужно было это уже делать в сентябре месяце. Вот. Что такое оборонительная позиция? Так? На которой настаивает Запад. Это удержание рубежей тех, которые сегодня Украина, и той территории на рубежах, которые сегодня Украина контролирует, не дать больше Российской Федерации, учитывая сегодня, ну, определенный некоторый перевес. Так, в живой силе, в мобилизационных усилиях и в поставках военной техники со стороны раскачегаренного российского ВПК. Временный он или менее временный, но неважно. Так, сейчас есть вот такой период, короткий он или, может быть, чуть дольше, где Россия все-таки имеет инициативу и определенный перевес. Поэтому главная сейчас стратегия, вот в чем оборонительная и наступательная? Ну, казалось бы, это военная терминология. Ступать, обороняться, атаки, контратаки. Но если перевести это на военно-политический язык, на военно-политическую семантику, то это означает одно – удерживание рубежей Украины, которые совпадают с сегодняшней линией фронта, а не попытки выйти на границы 1991 года. Основная стратегия, начиная с конца, точнее, да, с конца где-то августа 2022 года, стратегия Зеленского заключалась в том, что победа – это освобождение всех территорий и выход на границы 1991 года, в том числе и Крыма, освобождение Крыма. И вот эта, скажем так, история, или эта цель, или эти военно-политические задачи, вот они до середины января 2024 года, по крайней мере, в устах Зеленского. И Зеленский ехал, кстати говоря, в Довоз для того, чтобы убедить руководителей и представителей Запада в том, что эта стратегия работает, что нельзя от нее отказываться. Но западная стратегия, так, начиная с осени 2023 года, кстати говоря, здесь военное руководство Украины тоже внесло свой вклад, не знаю, с каким знаком сейчас, плюс-минус, неважно, когда заложенный сказал, что война зашла в тупик. Так вот, задача Запада была в том, чтобы убедить или склонить Зеленского не к переговорам, не тем более капитуляции, не к каким-то там уступкам и так далее, а к тому, чтобы хотя бы поменять, ну скажем так, акценты, а возможны приоритеты военно-политической стратегии. Не границы 1991 года, а рубежи 2024 года. Поэтому и оружие, новая финансовая помощь, она будет предоставляться в обмен на переход Украины к оборонительной тактике, к оборонительной даже стратегии, я бы сказал. Я бы даже сказал так, новые виды помощи, оружие финансовое, в обмен на переход оборонительной стратегии и удержание рубежей по линии фронта на момент начала 2024 года. Еще одна тема, вот Financial Times опубликовала статью, в которой сообщает, что Брюссель проводит уже аудит, количество оружия, которое члены ЕС предоставили Украине после вторжения России. И это происходит после заявления о том, что некоторые страны не отправили столько, сколько могли бы или должны были. Это внутриевропейский аудит, он не имеет отношения к Украине? Нет, это скорее проблемы некоторых европейских государств, которые не выполнили свои обещания и в рамках ЕС, и в рамках коалиции «Рамштайн» поставок, обещания по поставкам Украине необходимого. Техники, военное оружие, оборудование. Вполне возможно, что это даже поможет Украине. Это да, это как раз говорит о том, что мобилизуются усилия Европы для того, чтобы консолидировать, мультиплицировать, а потом, скажем так, увеличить или хотя бы держать на определенном уровне военную помощь Украине. Но это говорит о том, что сегодня у Европы не хватает необходимого количества оружия. Поэтому приходится действовать таким образом, проводя какой-то аудит, хотя он не имеет никаких правовых оснований. Потому что есть национальные государства, у них есть свой суверенитет. Да, часть полномочий у Брюсселя, но тем не менее есть определенные, скажем так, компетенции, которые подлежат исключительно национальным властям. Но вот видите, почему? Потому что ВПК пока еще не раскручены. Как это будет переход к военно-промышленному производству в Европе, пока никто толком не знает. А помощь Украине нужна сейчас уже, теперь. Более того, когда, возвращаясь к предыдущему нашему сюжету, по поводу того, что Байден, скажем так, рекомендовал Украине, настойчиво рекомендовал перейти к оборонительной стратегии. А зачем Байдену наступление новое? Во-первых, оно невозможно сейчас на данном этапе. Во-вторых, а если оно будет опять неудачным во время избирательной кампании Байдена? Это окончательно, скажем так, полностью нивелирует, аннигилирует электоральные какие-то возможности Байдена. Потому что Трамп рвется к власти, он идет уже, скажем так, уверенным шагом идет к власти. Победа в республиканской номинации ему почти гарантирована. И по вопросам получается, что на сегодняшний день он выигрывает выборы президентские. Это Байдену надо? Байдену надо, чтобы сегодня Украина перешла к оборонительной тактике. Да, могут быть какие-то, ну скажем так, спорадические обострения в воздухе, на море, может быть где-то и на линии фронта. Но должно быть затишье. Потому что любое обострение, оно чревато провалом. Да, оно чревато может быть и успехом, но успех не гарантирован. А провал может быть гарантирован. Это более опасно для Байдена. Не случайно появилась информация, что на заседании, на дискуссию в Совбезии ООН, дебаты по Ближнему Востоку и Украине летит Лавров. Кстати говоря, ну это не дело министра иностранных дел, между прочим. Участвовать в дебатах в Совбезии ООН. Там есть представители стран, есть Небензе, представители Российской Федерации, в Совбезии ООН. Но он летит. Более того, не исключено, что там летит и, скажем так, некоторая экспертная группа, которые, и они будут встречаться. Встречаться будут в Нью-Йорке. Будут какие-то дипломатические контакты. Не знаю, какого уровня. Не исключаю, что может быть и Салливан, Джейк Салливан, и ряд экспертов высокопоставленных, бывших отставных, не отставных чиновников, политиков. Уже такая встреча была когда-то в 22-м году в Нью-Йорке. А почему? Потому что сегодня и Байдену не нужна большая война в Украине. Видите, он же в Израиле пытается тоже, скажем так, чтобы погасить вот эту, скажем, активные боевые действия в Украине. И Китай. Ему не нужны войны. И не нужна война с Ираном и так далее. Пока. По крайней мере, пока. Ставка сделана не на то, что во время избирательной кампании должна быть какая-то маленькая победоносная война. А для того, чтобы вообще выйти из войны. Так, пока. Или, по крайней мере, сделать так, чтобы они вышли, вошли в фон международной политики, американской политики, а не были на авансцене. И России это выгодно, между прочим. Не случайно, вот Путин, по-моему, вчера говорил, как он сказал, интересно, что вот опять отказались от Стамбула, все время он на эту тему идет, что мы за переговоры, а Украина отказалась. Тем самым он подчеркивает, что я готов еще вернуться к Стамбулу. На других уже скорректированных условиях. Но, во-вторых, там интересно прозвучало, что если это будет продолжаться эскалация, Украина будет наступать, то их ждет, как же он сказал, серьезный удар по украинскому государству. То есть он еще рассматривает украинское государство как субъект, по крайней мере, на переговоры, а не, как многие, скажем так, ура, патриоты, российские, да, и Украине тоже пишут, что Путину нужно оккупировать Украину, иначе он не успокоится. Ему тоже не надо. А перед президентскими выборами, перед тем, как непонятно, будет ли пересменка в Вашингтоне, а может, Трамп придет, это как-то по-другому будет решаться. Ему не нужна тоже сегодня эскалация большая, военная. И потому что военная эскалация будет означать еще и необходимость вовлечения, мобилизации, пока еще не совсем от мобилизованного общества, мирного тыла, но военные действия, тогда надо ему проводить новую мобилизацию. Не исключаю, что вот эта поездка Лаврова, она такая пристрелочная, приценочная, для того, чтобы, и с американской стороны, для того, чтобы выработать какой-то, скажем так, период, или выработать правила игры на вот это чрезвычайно, скажем так, опасный, рискованный для Байдена с точки зрения выборов период, и для Соединенных Штатов Америки тоже, конфликты множатся, не успевает Америка их, там так, запаковывать обратно, после их распаковки. Ну и, конечно, и Путина тоже ситуация. Поэтому, если начнутся какие-то дипломатические контакты, сначала в каком-то режиме, там так, полузакрытом, а затем в более открытом формате, то я этому не удивлюсь. Тогда, раз вы упомянули Путина о том, что он готов демонстрировать якобы готовность к переговорам, объясните, пожалуйста, такую вещь. Последние дни, да уже недели, Россия очень жестоко обстреливает Украину. Города, гражданские объекты, жилые дома, гостиницы, и все это очень варварски и жестоко происходит. Какая цель у этого? Я почему спрашиваю? Потому что на фоне возможных якобы каких-то мирных договоренностей получается странная картина. Ну, кто бы ни был, пусть не Зеленский, кто-то другой, кто придет ему на смену. Если он будет о чем-то договориться с Россией, он должен опираться на какой-то общественный консенсус. Но ничего, кроме стремления к мести, вот такие варварские обстрелы не могут дать? Это полностью противоречит тому, что говорят? И да, и нет. Если взять Харьков, обстрелы Харькова идут каждый день. Да, идут и обстрелы по военным объектам, и по логистическим хабам, тоже железнодорожные узлы. Харьков при фронтовой гор. Ну, и гражданским объектам попадают тоже, жилым домам. Обратите внимание, энергетическую структуру не трогаются. Так? Почему? Ну, потому что Белгород, Харьковская область и Белгород, Белгород-Харьков 40 километров от Харькова. Поэтому, конечно же, для того, чтобы обезопасить себя или Белгородскую область от обстрелов, там же даже речь идет о том, чтобы вывозить семьи из Белгорода. Белгорода после вот этих обменов ударами, предновогодними и посленовогодними между Украиной и Россией. Значит, понятно, что им нужно будет создавать какую-то зону либо безопасности, либо, ну, наступать вот на севере, в Харьковской области. Исходя из уже соображений не стратегически, такого оперативного характера, там, с военной точки зрения, а именно с точки зрения безопасности. С военной точки зрения наступать надо на юге, с военно-оперативной, а с точки зрения безопасности надо на севере. Вот это первое. Второе. Если говорить о других городах, да, которые обстреливаются, в основном это, ну, после, ну, первых чисел января Киев, слава богу, пока не обстреливают, так? А вот обстреливают что? Хмельницкую область больше. Почему? Там аэродромная инфраструктура. Они постоянно бьют по аэродромной инфраструктуре, потому что, во-первых, там Су-24 находятся, которые затем, скажем так, Штормшедов, взяв на платформу Штормшедов, они приспособлены, стреляют, ну, бомбят или обстреливают Крым. Это раз. А во-вторых, они готовятся к тому же возможному приезду в Украину или, там, трансферу в Украину F-16. Поэтому бьют по резервам, по аэродромной сети, по аэродромам. В Одессе бьют по портовой инфраструктуре, там это. Но, в принципе, это больше, если в Харькове там действительно есть и гражданские объекты попадают прежде всего под обстрел, и это, конечно же, там так барварская логика, то если взять другие регионы, то там больше все-таки военной логики. В этих всех военных обстрелах. Вадим, спасибо, что были с нами, за ваши комментарии. На этом все. Напомню, что моим собеседником сегодня был украинский политолог Вадим Карасев. Спасибо, Михаил.